Приветствую вас. Вопрос про прошлое парня. Вот, вопрос выдает девушка, вот, и пишет соответственно, что узнала, что у парня в прошлом были интимные отношения, в том числе на одну ночь. Вот, она пишет, что остыла обсуждает данное, вот, что не может это принять, что ее убеждает, что парень был неразборчив, в том числе и с точки зрения гигиены, с точки зрения защиты, вот. Что бы я мог сказать, это то, что вы не принимаете своего парня, таким как он есть, не принимаете его выбор, вот. Его решение, жить так, как он жил. И видите в этом, некоторую угрозу себе, вы говорите, что меня это бесит. Да, бросается в глаза, что вы пишете как будто бы про адекватную вашу самооценку, но при этом говорите, что я лучше других, там, и так далее, вот. И сравнивайте себя. И с ним, и с его девочками, вот. Как бы это не показатель устойчивой самооценки, но речь сейчас немножко не об этом. Если с этим вы, в принципе, можете не согласиться, например, в силу, ну, в силу, допустим, своей точки зрения, да? В силу, в силу своей позиции, то я предлагаю вам подумать о следующем. Вы осуждаете действия парня. От чего, на чём базируется это осуждение? Вы говорите, что вас бесит его неразборчивость. Да, но именно, пока он с вами не познакомился, вероятно, он был неразборчивым. Но он же увидел в вас ценность. Он же смог разглядеть эту ценность в вас. Значит, всё-таки он разборчив, просто благодаря вам он, вероятно, вырос. И мне кажется, что уважать в человеке можно и нужно именно то, что он вырос, а не то, что он был кем-то когда-то. Мне кажется, что нравится он вам именно таким, каким он стал, то есть именно таким, каким он вырос. И вырос в том числе благодаря вам, в том числе с вами он вырос. Поэтому тот факт, что вы обращаете внимание к прошлому, вероятно, связан с тем, что, возможно, как и сказал мой коллега, те изменения, которые вы в нем видите, возможно, вас не устраивают, возможно, в его поведении что-то намекает на то, что такая история может повториться. Вы знаете, вот, больше всего это похоже на проблему доверия, больше всего. Больше всего это похоже на то, что вы друг другу не доверяете, больше всего похоже на то, что вы, ну, я не знаю, как он, а вы с ним, с самой собой быть не можете. Вот, больше всего похоже на это, больше всего, потому что при доверии вы, как бы, знаете о любых изменениях человека, человека. Потому что он может вам все рассказать. И при полном доверии, даже если, условно говоря, ваш партнер чего-то захочет, он вам обязательно об этом скажет, поделится и обсудится. А здесь, скорее всего, такого доверия нет, потому что вы, хоть и говорите об этом, но, по-видимому, вот, несколько откровенно осуждаете то, что он делал. Вот, ну, и я думаю, что понимаю, что вас бесит. И несмотря на то, что с коллегой Кудряшовым и Игорем Леонидовичем, я в целом согласен в том, что он говорит. Все же мне бы хотелось предположить следующий аспект, на мой взгляд, довольно важный. Неразбольшего с вашего парня в прошлом негативно влияет на ваш образ себя в настоящем. То есть, то, как вы себя видите, вероятно, у вас достаточно четкое видение себя. Вероятно, у вас достаточно такое направленное поведение, то есть, ну вот, то, что вы, то, к чему вы стремитесь. Потому что вы производите впечатление такого целеустремленного человека. Вот. И парень ваш не совпадает. То, как вы себя видите рядом с ним, с ним, бывшим неразборчивым, вам не нравится. Это как будто бы накладывает на вас какой-то опечаток. Возможно, вы правы в том, что ваша самооценка в порядке. Возможно. Но, в таком случае, как вы относитесь к тому, что прошлое вашего парня влияет на ваше восприятие себя. И согласны ли вы с тем, что вы никак не отвечаете за этих парня? И что несколько себя надо бы отграничить от того, что делал ваш парень. Если я прав. То есть, тут основной момент, какие чувства вы испытываете, когда вот вас бесит. Потому что бесит – это злость. Злость – это, как правило, либо агрессия, либо страна. Вот. Что такое агрессия? Да, агрессия. Агрессия – это когда я слишком близко человека подпускаю к себе. Агрессия – это когда я идеализировал человека, кто очень похожий на то, что вообще-то вы разочаровались в парнях. Да, вот опять же, как сказал мой коллега, что он вот не оправдал ваших ожиданий. Вот. И вы фрустрируете из-за неоправданных ожиданий, да? То есть, ну, как бы чувствуете невозможность свои ожидания оправдать. Вот. И вам от этого больно. Или вы все-таки чего-то боитесь. Вот это, пожалуй, такие вот ключевые моменты. Но на практике, на практике, когда есть непринятие прошлого своего партнера, да, а такое бывает довольно часто в психотерапевтической практике, всегда имеет место быть ревность, неуверенность в себе, страх, кто бросит, чувство собственничества, ну, по отношению, вот, к партнеру. Вот. И, в общем-то, эти аспекты говорят о неуверенности в себе человека. Поэтому вы спросите себя, хотите ли вы решить проблему ради сохранения отношений, ради обретения, может быть, спокойствия и гармонии. Потому что, вот, например, вы говорите о том, что советы про работу самооценки не помогают, но работа самооценкой не представляет из себя совет. Работа самооценка представляет из себя работу. Это не советы как таковые, это именно работа. И вообще-то психологи не дают совета, если вы действительно работали над своей самооценкой, то было бы неплохо, если бы вы рассказали как. Потому что пока то, что я вижу, это то, что вы сравниваете себя с другими людьми. Как бы вам было это неприятно, но вы сравниваете себя. И я совру, если скажу, что мне не обидно это слышать. Потому что я верю в то, что человек вы достойный. Я верю в то, что человек вы целеустремленный. Я в это верю. И верю в то, что вы могли бы построить отношения хорошие. Но, как мне кажется, в отношениях с парнем вы занимаете ведущую роль. И вам тоже нужно спросить себя, устраивает ли меня такая позиция? Устраивает ли меня позиция, что я ведущая в отношениях? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Будем благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь за помощью. Можно даже вместе с парнем.